МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА – Вечер добрый. – Добрый вечер. – Вот наслышан я про... Знаете, есть такой термин – фишка. Про вот эту фишку с вашими стульями, которые разные в театре. Где-нибудь еще есть такое заведение, где вот так бы были расставлены хаотично и без всякой системы? И без всей системы, которая мне не видна? – Я думаю, нигде. – Это чья придумка? – Это моя идея была. Но она не просто, так сказать, от фонаря пришла, а просто... Вы знаете, в принципе, я считаю, что театр – это заведение, где все должно быть радостное. На сцене все, что может угодно быть. Трагедия, драма, слезы, Шекспир, убийство – все, что вы хотите. Мелодрама – все жанры. Но когда человек приходит в театр, он должен быть прежде всего празднично настроен, что он что-то должен увидеть необычное. – Безрадостно сказал Александр Александрович Калягин. – А? – Безрадостно сказал. – Нет, почему? Я говорю это, потому что я уже много раз... – Проходи по сцене. – Спасибо. Я за вами. – Хорошо. Я на сцене. – Все. – Я на большой сцене. – Я за вами. – Калягинского театра. – Но многие мечтают об этом. – Вот. Сцена в этом смысле классическая. И глубина, и ширина такая, знаете, театральная, мхатовская. Ну, все принято от художественного театра считать. – Но вы вообще считаете, что вы мхатовский человек? – Я мхатовский. – Все говорят, да. – Калягин – это вот такой христианский. Я туда взял в свое время, и я... Короче говоря, я считаю, что вот театр – это праздничное настроение. Ты пришел, у нас люстра еще опускается перед началом спектакля, а перед началом спектакля она начинает подниматься. Короче говоря, это не мое ноу-хау, оно есть в других театрах. Но вот это праздничное настроение от самого начала, если заметили, когда входишь в театр наш, люди даже иногда после спектакля фантазии снимаются как-то очень в хорошем настроении. Я вообще считаю, знаете, вот у Островского места актера есть в буфете, но вот я считаю, что спектакль может понравиться, не понравится. Бывает, приходишь, ожидаешь одно, а получается другое. Но зритель, прежде всего, должен попасть не в скучное заведение. Я в свое время сказал, создавая театр, что на сцене возможно все, кроме пошлости. Действительно, все. – Какой критерий? Кто определяет, пошло ли? – Критерий создает сам себе художник. – Вот, что это, получается, очень субъективная такая вещь. – Нет, нет, не субъективная. Если более-менее, как мне кажется, я увлечен искусством, я знаю живопись, я знаю кино, я воспитан на очень таких классических и, я бы сказал, модерновых лентах. Когда все это понимаешь, когда все знаешь, когда постиг какие-то вещи, я понимаю, что я не искусствовед, не профессионал. Я, прежде всего, актер, и играю, и режиссер. Но для себя я установил критерии, что пошлость, пошлость, я знаю, что такое пошлость на сцене. Я знаю. Я не буду перечислять, но я это очень хорошо понимаю. – Вот вы всегда так, вы все. Я не буду перечислять, не буду называть. – Хотите, пожалуйста. – Да, хочу, да, конечно. – Пожалуйста. – Это прежде всего, когда ты не вскрываешь драматургию по сути, а идешь как-то по поверхности. И потому что вот тебе кажется, что ты должен проявить прежде всего себя, это ужасно. Понимаете, когда человек выпячивает прежде всего себя ни драматурга, ни мысль, ни смысл, ни идею произведения. Это первое. Второе – есть изобразительные средства. Изобразительные средства, они могут быть разные. От музыки до того, что ты видишь. Изобразительные средства, с моей точки зрения, если они пошлые, заключаются в том, что человек на сцене не играет, а занимается репризной формой подачи. – Я понимаю. – Понимаете? Когда реприза все время присутствует на сцене, будь то островские, будь то современная драматургия, это ужасающе с точки зрения… Знаете, когда приходишь в компанию, человек все время стрит. Ну, остановись, хочется сказать. Иногда пошло, иногда хорошо. Ну, хочется мысли. Могу разную, еще пару, тройку критериев назвать пошлой. Но самое главное – пошлость. Это заключается в том, что человек идет мимо драматургии. Это не пустое, то, что я говорю. Сейчас это новомодное веяние, и я, поверьте мне, я люблю заумь. – Вот сейчас сидят люди и гадают, про кого это Ковягин? Про кого это? – Не про кого. – Некоторые догадывают. – Нет, нет, нет. – Нет, 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 поверьте мне. – Мне кажется, я знаю про кого. – Нет, нет. – Ошибся. – В общем, вы знаете, что мне нравятся и поиски разные. Мне нравятся иногда драматургии, которые, как бы сказать, вскрываются не так, как другие когда-то вскрывали. Да все революционеры театра, которые сделали от Эфроса до Мирхольда, они вскрывали. Знаете, когда мы сейчас, Роберт Сурова ставит Холестакова. – Вы же будете Холестакова играть. – Сейчас не говорите об этом. – Почему? – Да, надеюсь. И когда я посмотрел штук 15 Холестаковых на Ютубе и вообще то, что я видел, я увидел какая-то бессмысленность 23-летнего этого Холестакова, который просто, понимаете, от души наслаждается тем, что его принимают за такого важного вельможу. Поэтому я всегда думаю, что, чтобы человек не ставил, что бы не ставил, все-таки надо суметь вскрыть произведение. С Туруа пытается вскрыть по-новому, абсолютно, с каким-то глубинным смыслом. Может быть, это смешно, может быть, не очень, но это не пошло будет, я могу сказать. Хотя это революционно. Понимаете, Холестаков играет не 23-летний актер, там, 30-летний. А человек, вот, моего возраста, это, конечно, революционно. – Вы Эфроса упомянули, я хочу посмотреть зал его имени на малую сцену. – Да, пойдемте, пойдемте. Ну, мы увидели все, что мы могли увидеть. Сейчас ставим декорацию. Малая сцена. Вот вы сами предпочитаете на какой сцене работать? На большой или когда зритель вот буквально на расстоянии? Ну, честно говоря, я должен сказать, как актер, как руководитель. В театре на любой сцене. Но, с другой стороны, конечно, я люблю на большой сцене работать. Но это не потому что каприз, а просто, ну, как-то мне меньше всего доводилось на малой сцене. Хотя жизнь свою я начинал с малой сцены практически. По-настоящему зал театра на Таганке – это небольшой зал. Потом малый зал был по-настоящему в театре Ярмоловых, где я сыграл записки сумасшедшего. А здесь я сыграл последнюю запись Крэпа в постановке Роберта Астурова. Один, это моноспектакль. Ну, практически один. Очень удобно и контактно со зрителем. Чувствуешь его тепло, чувствуешь энергию. Это правда. Вот чтобы не просто уйти из большого зала, а вообще от этой темы, расскажите мне, кто вообще всю эту красоту оплачивал? Кто заплатил за все эти стулья, за все эти красоты, за всю эту роскошь? Ой, ну, спасибо за вопрос, потому что я с радостью назову фамилию мецената, который оплатил стулью. Это, честно говоря, был мой отчасти каприз, ну, идейный каприз, я скажу это не просто, еще раз повторю от фонаря, а просто радость, которую испытывали зал, и сам зритель, атмосфера, аура. Это я придумал и сказал как-то случайно члену Попечистического Совета у нас, он был членом Попечистического Совета, Александру Самусеву. Я уточню, он был, а потом перестал быть? Нет, он продолжает, но сейчас уже, как-то сказать, меньше, больше он друг театра. Друг театра, и, пожалуй, это достаточно. То, что он подарил в свое время вот эти стулья, когда мы начали хлопотать, и когда я ему сказал эту идею, и когда мы поехали в Италию, когда поехали на этот завод итальянский, который выпускает эти стулья по всему миру, разные стулья, и когда я увидел эти фантастические буклеты, эту красоту, эту часть красоты, которую я увидел, которую они делают, я еще больше зажегся, и он подарил. Это стоит действительно большие деньги. Поддерживать их в надлежащем виде нам уже 11 лет здесь все-таки. 11 лет зритель садится, трет, пробует, удивлен, вы знаете, как бы сказать, щупает, иногда немножко портит, поэтому приходится ремонтировать. Это он подарил. А так все построил, построила мэрия Москвы. Театр есть театр. Это помещение, где вы, как зритель, должны прийти на 3 часа и не уйти пустым, не уйти наполненным, наполненным произведением, видом, атмосферой. Простите меня, буфетом, обслуживаю. Буфетом – это очень важно. Буфетом – очень важно, да. Вот, конечно. Ну, я все перечисляю. Но 3 часа вы не должны быть отсюда уйти и пустой. А я больше сюда не приду. Вот это ужасно. А бывает такое, когда зритель перечеркивает театр. Нет, я один раз увидел, я тоже много раз слышал. Я один раз был в этом театре, вы знаете, с тех пор я вообще не хожу в театр, говорит зритель. Вот это самое больное и самое ужасное. Знаете, я помню одно ваше интервью газетное, когда зашла речь о том, что из 88 столичных театров должно остаться на финансировании только 15, и приоритет будет у тех театров, которые более эффективны. Я не говорил. Нет, нет. Вы говорили, когда вот пошла об этом речь, вы говорили о том, что нельзя оценивать по эффективности театра. Вы привели такой пример, что если у вас в семье несколько детей, один отличник, вы не будете его кормить икрой, а тот, который двоечник, колбасой. А разве в жизни не так? Разве в жизни не поощряют более способного, более эффективного? Разве икра не достается отличникам? Женя, вы правы. С точки зрения экономического подхода, театр, который, ну, как бы сказать, исполняет все. Количество зрителей, количество спектаклей, качество спектаклей, качество мероприятий, которые он проводит на своей сцене или в своем здании, по отношению к зрителю, по отношению к тому, что он все время привлекает зрителя, и его культурно обогащает. Это экономически поощрять нужно, необходимо. Но ни в коем случае нельзя сокращать. Ну, вышло 50, 50 театров. Вышло 60, 60 театров. В России масса примеров, когда театр, ну, простите меня, в зависимости от руководителя, в зависимости от главного режиссера, вдруг он, ну, вот просто медленно, медленно испускает дух, и то, что называется, сдох, и лежит на дне долгое время. Вдруг в советское время же нельзя было никого не тронуть, и слово безработица боялись тогда, в советское время. И вдруг приходит режиссер. Классический пример от Товстоногов. Что было с БДТ, и что стало? Что было с Бронной до Эфроса, и что стало с Бронной, когда пришел Эфроса? Театр другой. Ломились через... Воздушные трубы шли туда, пробивали стекла и проникали. А что было в БДТ в Ленинграде? Поэтому я-то свидетель, потому что я был студентом, и поверьте мне, каждую премьеру мотался на этой красной стреле туда, в Питер, чтобы посмотреть эти произведения. Поэтому театры мы ждем. Другое дело, это трудная вещь. Воспитание режиссера. Вот я надеюсь, я подниму этот вопрос, который меня очень волнует. Это высшие режиссерские курсы тогда, когда они были в советское время. Благодаря Министерству культуры, благодаря тому, что к этому очень относились серьезно. Когда приезжали режиссеры с разных республик, регионов, они приезжали и сидели месяц, условно говоря, месяц на репетиции Эфроса. Они сидели, записывали. Эфрос подпускал их чуть-чуть там, когда его могло не быть, он попросил повторить сцену. Вот они потом, они становились главными режиссерами театров. И так Россия сама себя, знаете, как бы, перпетум мобили, вот сама себя раскручивала. Тут ли, там ли появлялись какие-то фамилии. Потом они приезжали опять в Москву. Потом они ставили были. Но нельзя вырезать, и то, что я правильно сказал, нельзя, если в семье там 10 детей, нельзя 7 кормить икрой, а троих просто колбасой. Но в нашей профессии вообще, вы знаете, может быть, и нас зритель поймет, в нашей профессии я с годами убеждаюсь, что талант важен. Давайте не будем... Что значит талант важен? Талант вообще самое главное. Самый главный базис. Это ноги, это руки, это талант, который... Это важен, 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 важен. Но не менее важно, поверьте мне, а иногда более важно, особенно в сложные периоды твоей жизни, личной жизни актера, актрисы, актрисы, это понятие терпения, колоссальное терпение и труд. Все. Понимаете, как хотите, можете расшифровывать это, но терпение, терпеть свою роль, долго высиживать, иногда года два можно высиживать, терпеть, когда не придет роль. придет твой режиссер искать пробовать себя в других но терпение и труд у нас к сожалению сейчас слова труд все понимают кивает головой так сказать понятно но когда я только-только в 16 лет начал постигать эти азы не вот мой педагог по художественному чтению ненадавно был в театре народного чтеца доме медработник она написала без труда узнать это не вытащишь рыбку из пруда и я как-то прочитал это она меня поздравил с днем рождения без труда не вытащили и рыбку из пруда ну думаю весело ну ничего особенно весело и но я это понял труд 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 а почему я еще говорю об этом потому что 13 лет я написал письмо аркадий садовичу райкину и задавал ему очень и об этом рассказывал на достаточно много такие банальные вопросы как вы достигли такого таланта как вы это банальность да нельзя ну что можно в 13 лет было написать или сказать великому просто мастеру кумиру моему и вы знаете я получил от него письмо на двух страницах печатным текстом нет руки и печатнуться и там была вот эта фраза великая фраза я верю в труд как в основу всего того что человек может достичь жизни талант необходим все но я верю в труд это самое главное знаете когда вы сказали в нашем ремесле в нашей профессии я подумал коллегин себя позиционирует не как главу союза театральных деятелей не как режиссера а прежде всего как актера вот с этого и мы начнем нашу вторую часть так вот пил в первой части мы с вами финишировали на моем предположении о том что вы себя видите прежде всего актером все-таки это очень разные мне кажется профессии вот люди использовать как краску вот что есть такой тетис в одно вашем коллеге что режиссер он использует актеров на краску а другое дело собственно этой краской быть если нужно краской поскольку краской главное чтобы это было интересно вы знаете где же получает что все зависит от режиссера они нет актера что если у талантливого режиссера то это это краска вы узнаете как как краска как раз к она на полотне у живописца одного заиграет а у другого просто будет мазок получается что вот это предположение сводит роль актер это в общем к очень незавидной функции я думаю что когда режиссер это говорит он говорит больше для такой как бы сказать фронты что такое сейчас моя марка анатольевич захарова обидели я не могу сказать что у нее актеры особенно которые вот с ним работали долгое время были краской если это марк анатольевич великий человек и но я не не думаю потому что любой актер особенно тот который очень хорошо понимает профессию он обязательно пойдет выше краски он не может быть просто краской он конечно да как же в вашего заявление о том что надо терпеть ну вот конечно но это такое же надо терпеть ожидает по сути твоя природа все равно будет восставать быть просто краской ты все равно чуть-чуть добавишь ну как бы сказать вот то что называется нашу такой вкусный пирог я такой же делаю пирог но я чуть-чуть больше добавил вот этого чем надо чем когда-либо кто-то линда и так далее вот то что называется вот чуть чуть больше актер обязательно если по-настоящему он так знает профил он обязательно добавить туда что-то свое как мы говорим личностное это не это правда это правда потому что если вы смотрите много раз одних и тех же исполнить то есть разных исполнителей в одной и той же роли и поверьте но почему-то это отличает ну поверьте олег борисов он в своем в своем нерве в своей истеричности в своей глобальности таких высот достигал это что это скажете краска не краска другое дело его использовал другой режиссер но сейчас конечно больше режиссер когда выявляет себя ему актер с его кухни с этим метаниями с его всякой как бы сказать а как это вообще через роль выразить это ему хочется не мучайся перейди отсюда туда или сделай громко это фразу например вы говорите терпеть упомянута была дорогая астаганки то вы ушли терпеть не стали написали письмо мы не только райкину письма писали бы ему написали миссион приему потом писать любимую вот вы написали не такое письмо как рейкин я понимаю я все эти что вы думаете я хотел уходить я не хотел уходить я терпел я два года проработал я не не дошли спонтала но я понял что дальше я становлюсь просто его каким-то очень подчиненным человеком и я не выражаю того что мне еще дано вот понимаете я мало соображал да но мне не дано но я чувствовал что это немножко так сказать меня как бы сказать испанский сапог вот понимаете не разбивает я терпел я даже сыграл галилея однажды володя васонский уехал я сыграл галилея потом второй раз первый раз удачно второй не очень но понял что это не моя терпел это в зверь я уже я ушел вы думаете в лучший театр страны театра ирмоловой когда в то время в семидесятых годах шоссея в шестьдесят восьмом там наполовину он заполнялся зрительный зал к сожалению у него была был фантастический пик когда был лобанов главный режиссер а потом вдруг он как то что называется и паник поэтому я ушел в один из таких средних средних театр в то время пожалели не жалею ничего не о чем не жалею это что сотворилось моей жизни не жалею можно личным конечно жалеть о моих каких-то потерях но в творческой жизни нечем они все идут то что называется в копилку и прок для моих ролей а с любимым вы так и не общались тех пор то есть вас при или у вас отношение человеческие сохранить сохранились вы знаете я общался и и даже хорошо общался я удивился что он не изменился ни в чем и это тоже вызывает уважение это тоже действительно большое уважение узнает он великий режиссер коллегин великий режиссер ой вот это вот эти вот вот это сейчас не они сейчас на дыма и надо не вы сейчас не войти в аре мику с а люди которые достаточно весомые такой актер как я гениальный актер это говорят те люди которые немножко это будет разбирается лучше чем я поверьте это не форма кокетства такого самоуничижения боже упаси я знаю что я мог бы больше если люди говорят просто из хорошего отношения к вам я знаю что я мы мог бы больше но позвольте мне не раскрывать некоторые вещи я знаю что я могу больше хорошо скажите мне тогда как человек который возглавляет союз театральных деятелей вам однажды задали такой вопрос есть ли он этот союз если вообще на самом деле единению у людей которых принято вот ну называть там условно говоря театральные богемы если у них общность творческая профессия она имеет конечно центробежную силу всех разносит по разным углам каждый заботится о себе о своей роли свои своем положении в театре в кино это с одной стороны но с другой стороны вот как во вселенной центробежные силы соединяет иногда во время у нас во всяк случае в нашей профессии соединяет когда тебе плохо когда тебе когда у тебя такие проблемы это действительно соединяет вы говорите союз есть или нет ранее есть безусловно это нужно номинально и юридически он и юридически есть и номинально вы спросите членов союза скольким людям союз помогал и в творческой профессии когда мы мастер-класс у нас у нас и гинкосы и додин это массе и фокин ведут и женовать первые люди страны ведут мастер-классы и арт-миграция и все наши социальные программы 7 здраво не с которым мы сохранили это уже говорит о существовании союза не бесполезности его в этом обществе и когда человеку плохо поверьте он бежит в союз он бежит союз раньше он был больше востребован с точки зрения того что все-таки звание имели какой-то а сейчас не имеют сейчас почти нет вы имеете скорее всего престиж моральное удовлетворение раньше это и материальные было удовлетворение лишние метры давали какие-то но советский союз закончился в этом смысле союз долго находил себя и вот эти 90-е годы и когда ефремов ульянов кирилл лавров начинали по настоящему новый союз он должен был находить себя и вот в этом союзе мы не потеряли здравницы мы увеличили свои творческие программы ну хотя бы вот поверьте мне вот назвать одну вещь международная летняя театральная школа в звенигороде и 10 лет в этом году 10 лет на месяц приезжают ребята из 30 стран мира кто хорошо знает русский язык кто слабо знает русский язык и в течение месяца они живут звенигороде на полном довольстве союза трехразовое питание со всеми вытекающими поездками автобусы возят их в театры мастер-классы их привезли нам в сатирикон кости раки нам рассказала театре их привели туда приезжают и мастера и додин всю ночь ним беседы и так далее там подобно и ставят спектакли потом эти спектакли мы показываем ферштинский ставят и потом эти спектакли развозим по разным театральным площадкам показываете вот просто международные летние театральная школа это разве плохо свое время при под патронатом президента была создана программа помощи русскоязычным театром ими никто не стал заниматься отчетывала инициатива союза я пошел с этим предложением к президенту страны возьмешь путину он поддержал эту идею и даже выделили деньги на развитие помощи русскоязычным театром что такое мы формировали бригады творческие режиссера художника давали гонораром и снабжали и они ехали в какой-нибудь русскоязычный театр я не знаю ашхабад какой и там они ставили спектакль когда мы говорим о том что вся наша беда это не только дороги там это бескультурия вот поверьте мне театр выполняет такую мизерную маленькую роль но это вот то что называется капать и капать капать и капать вот эта культура хорошие спектакли разные спектакли что-то нравится что-то не нравится разные проекты разные мероприятия театральные которые развивают мышление развивает дух развивает какой-то моральный климат в стране совсем другой поверьте мне я вам беру я не могу вам сказать к моему удивлению не все не все и этом не обидно не все люди при власти любят театр я могу искренне сказать что вот есть люди которые этого власти которые ходят театр но не любят его при но любят так а если который не ходит вот до одни из первых и не ходит вот много лет во власти и не ходит я не путина имеет это я правда говорю я очень уважаю этого человека но вот и не ходит кино все что угодно там пожалуйста это что я понимаю сейчас все заменяет фейсбук там youtube но я когда в этом году взял молодых актеров я говорю я приглашаю вас в театр вот мои первые бизнес там выбрал там трех-четырех я говорю я приглашаю вас театр очень способны все и мне это было бы интересно что вам понравился работать здесь но дайте мне вот возможность дать вам паузу и сразу писать заявление что вы хотите пауза вам две недели три недели посмотрите спектакль а вдруг не понравится а вдруг вы попали не туда и и беседуя с одним актером через две-три недели я говорю как смотрел смотрела до смотрела значит по ютубу я посмотрела и дальше пошли еще раз вот и все ну что конечно можно но это скорее такая профессионально ознакомительная беседа знаете я никогда не был на алтай но я видал красоту ну конечно можно и так сказать этого мало надо побывать надо понюхать пощупать посмотреть походить могла так сложиться ваша судьба что вы остались бы в медицине вы же мы получили образование медицинской то есть там фельдшером работа вот мало так сложится что мальчик саша который играл в там у него был вот этот вот продал до детский театр очень мечтал брел тем не менее бы не пошел бы в театр все может быть и вполне возможно может быть я стал бы медиком вполне возможно но я вот могу вам сказать я безумно вот я так могу представить я безумно переживал бы и все время мечтал бы внутри об актерской профессии я все равно бы занимался ею самодеятельностью театральном коллективе занимался вы ей но все-таки я верил что я все-таки поступлю я же со второго года поступал ну не сразу первый год мимо более того нет когда в щуке нависла надо мной такая очень неприятная вещь когда мне хотели просто отчислить за проф непригодность я со второго курса и я на секунду даже как-то мне стало страшно но я не уже будучи на втором курсе и понимал что да мог меч висит я сказал себе нет я хочу быть в этой профессии чтобы не было пусть отстающим не отстающим да я не хотел все время играть эпизодики да я не хотел как я говорил у воды быть но я все равно уже я эта профессия очень заразная еще потому что знаете актерская мы упомянули вашего коллегу захарова который пролинком говорит что там намоленные стены а вот здесь где мы сидим стены намоленные как вы считаете как у вас ваше ощущение я не думаю что они еще намолены но в надежде что они будут намолены но все равно ведь дух создаешь какой-то атмосферой через что можно дух не просто теории актеры будут кивать и теоретически и ты же не за столом это выпуск спектаклей это работа над ролью это приглашение людей которые тебя учит чему-то конечно с этой точки зрения они еще не намолены один я не могу справиться какие мне не были громко говоря заветы или какие-нибудь там нельзя идеи это все вместе делается потом я художественный руководители я всегда говорил об этом я могу ставить спектакли и ставил но я никогда не думал что я стану художественным руководителем я тоже об этом говорил я всегда считал себя актером это профессия моя немножко она такая вымученная но я научился как говорится быть художественным руководителем но это это профессия интересные но не моя моя профессия вот вот эта сцена это александр александр сегодня сегодня у нас просто фестиваль скромности по белью не скромности но не поверьте мне что я знаю людей которые первый раз до сломать тетя на спектакль так и я ждал от нее какой-то какой-то устную рецензию ну скажи как я тебе первая роль художественном театре она не смотрела записки сумасшедшего когда я там в театре рмала игра как тебе . меня аллечка спали детстве аллечка служит на такой же как в жизни тоже кремляет вы знаете вот это я услышал когда я был взрослые двадцать чем-то лет когда это услышал все не как-то я запоминаю я же человек очень ну как мне кажется с иронией с юмором еще и еще в огонь я запомнил это аличка поверьте мне я знаю многих людей которые молятся на вас и для которых калягин бог поверьте мне я их знаю лично их достаточно много большое спасибо спасибо вам большое но вы чересчур